Добрый вечер, в эфире Народный контроль и я Сергей Гергель. Переход к зеленой экономике это уже аксиома, тем более для нашей страны. Так, к 2050 году ее внедрение позволит Казахстану дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать больше 500 тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг. Но это в перспективе. Сегодня же все не так радужно, как хотелось бы. В настоящий момент в республике электроэнергию благодаря ветровым станциям производят не больше 0,3% от общей генерации по стране. Солнце дает и того меньше 0,1%. Если же говорить об атомной генерации, то Казахстан имеет амбициозные планы по развитию промышленности и индустриализации. Ведь только АЭС способна производить дешевую энергию стабильно и в промышленных масштабах, и одновременно относится к зеленым источникам энергии. Сегодня о развитии ВИА и атомной энергетики в Казахстане поговорим с начальником Центра комплексных экологических исследований Института ядерной физики Виктором Глушенко. Виктор Николаевич у нас на скайпе находится. Виктор Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. А вот какой фактор вы бы назвали главным, говорящий о необходимости перехода на АЭС и атомную энергию? Ну, вы очень непростой задали вопрос на самом-то деле. Факторов достаточно много различных в пользу атомной энергетики. Главным я бы выбрал, наверное, такой аргумент. А у человечества, на мой взгляд, нет особенного большого выбора. В любом случае, на сегодня основная часть электроэнергии – это тепловая, это угольная энергетика, это мазут, это нефть. В любом случае, в достаточно быстрой перспективе эти источники энергии, они на Земле просто закончатся. И особенно выбирать-то будет не из чего. В любом случае, другие способы генерации электроэнергии, ну, скажем, гидроэнергетика, она практически, на мой взгляд, исчерпала свои уже потенциалы в развитии. Там, где можно было построить гидроэлектростанции, они уже построены. Возобновляемые источники энергии, так называемая альтернативная энергетика – это ветер, это солнце. Это звучит достаточно красиво, но при этом для специалистов достаточно понятно, что они могут заменить только относительно небольшую часть выработки электричества. Кроме всего прочего, у них есть свои недостатки. Поэтому, конечно же, атомная энергетика, она все равно, рано или поздно, будет играть серьезную роль в генерации электроэнергии на Земле. Давайте продолжим после небольшого сюжета нашу беседу. Хорошо. В настоящее время атомных электростанций в Казахстане нет. Правда, несколько десятилетий назад в Мангастаутской области с 1972 по 1999 годы действовал Мангастаутский атомный энергокомбинат. Со следующего года в стране приняли решение не использовать ядерные технологии, поэтому реакторная установка уже не используется. Старое советское оборудование было заменено. Сегодня энергокомбинат опресняет Каспийскую воду на природном газе. Кроме того, это многопрофильное энергетическое предприятие Казахстана является крупным источником энергоснабжения в Мангастаутской области. Сейчас атомная энергетика в республике не используется. Зато широко стали применяться возобновляемые источники энергии. Другими словами, чистыми технологиями получаем топливо. К примеру, устанавливаем солнечные панели и ветровые станции и даже перерабатываем мусор. Тема развития атомной энергетики имела широкий резонанс не только в Казахстане, но и за ее пределами. В последнее время даже страны с огромным потенциалом развития авиа пересмотрели свои взгляды и начали вкладываться в развитие атомной энергетики. Почему? Что мешает развитию авиа? На мой взгляд, этому достаточно простые и понятные причины. Во-первых, возобновляемые источники энергии, такие как ветроэнергетика и солнечная энергетика, как я уже успел сказать, они не могут вырабатывать в промышленных масштабах электроэнергию. Для того, чтобы снабдить промышленное предприятие, большой город, нужны гораздо более серьезные источники электроэнергии. И второе, что достаточно важное, они очень являются нестабильными. Сегодня есть ветер, завтра нету. Сегодня солнечная погода, а завтра тучки набежали. И поэтому, чем больше общая доля возобновляемых нестабильных источников энергии в стране, тем больше общая нестабильность. Поэтому нужны какие-то другие виды электроэнергии. В этом смысле атомная энергетика – это одно из таких решений, которое позволяет стабильно получать достаточно дешевую электроэнергию. А сейчас получается у нас какой-то технологический затык, что мы не можем развивать возобновляемые источники энергии. В чем проблема? Или мы не можем сохранить ту энергию, которую мы можем генерировать с помощью ветра, солнца? Нет, проблема просто вообще в масштабах. Ветровая электростанция, ну, допустим, хорошо, если поставить вышку с генератором, который будет снабжать, ну, грубо говоря, ферму электричеством, либо какой-то небольшой поселок, какое-то небольшое производство. Создать же ветроэлектростанцию, которая будет снабжать очень мощное предприятие с большим энергопотреблением – это представляется как-то сомнительным. Поэтому даже такие страны, как вы уже сказали, как Объединенные Атомные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Узбекистан по соседству, они приняли решение развития атомной энергетики, несмотря на то, что у них и с ветром, и с солнцем все хорошо. Но, Виктор Николаевич, вы как считаете, нам сейчас нужна электростанция или все-таки атомная электростанция, конечно же, или все-таки мы можем это пока подтянуть время? Значит, я не буду решать, наверное, в вопросе создания атомной электростанции есть много аспектов. Это и политика, это и экономика, это и технология. Но если говорить, отталкиваться от точки того, что нам нужна энергия в первую очередь. Да, да, да. Но я в любом случае, как специалист, и как эколог, и как физик-ядерщик, я отлично понимаю, что строительство атомной электростанции – это очень серьезный вопрос. Это и обеспечение ядерной безопасности, это и экологическая безопасность, это уровень развития технологий, это подготовка необходимых специалистов. Быстро – это вряд ли можно все условия создать. Поэтому для принятия решения нужно очень тщательно рассмотреть все эти аспекты, что, собственно, и делается в нашей стране. Обсуждаются различные аспекты на различных уровнях, в том числе отношение населения к этому вопросу играет, конечно, свою роль. Поэтому, еще раз, я вот как специалист считаю, что атомная энергетика, она обязательно должна быть в Казахстане. Но я точно также считаю, что к вопросу создания нужно относиться очень взвешенно и не 7, а может быть 77 раз отмерить, прежде чем начать отрезать. Почему вы так говорите? То есть, есть очень большие риски, несопоставимые с выгодой? Понятно, что очень осторожное отношение настроения населения. Уровень радиофобии в Казахстане достаточно высокий, у этого есть свои причины, наверное. На самом-то деле, с точки зрения экологии, атомная энергетика – это очень чистая энергетика и воздействие на окружающую среду гораздо, во многие разы меньше, чем от угольной энергетики, которая превалирует сейчас в Казахстане. Но мы отлично помним, никуда не делались воспоминания о таких инцидентах, как Чернобыль, как Фукусима. Ну, кстати, вот после Фукусимы и началась вот эта вся истерия даже в западных странах, что массовый отказ, якобы отказ от атомной энергетики, но потом они посчитали и поняли, что они никуда не могут, в принципе, от нее деться. Да, конечно же. Просто мы понимаем, что вероятность таких событий, она очень мала. Но опять же, ученые говорят, что те станции, что Чернобыль, что Фукусима – это уже устаревшие, сейчас такие уже не делают. Да, конечно. На самом деле это так и есть. На сегодня разрабатываются реакторы четвертого поколения, которые по проектным решениям, они по утверждению специалиста вообще не могут привести к подобным инцидентам и авариям. Но все-таки, поскольку оно уж очень велики последствия, поэтому нужно очень внимательно изучить эти самые очень маленькие риски, но с тяжелыми последствиями. Нужно тщательно изучить от них, остеречься, чтобы минимизировать их с возможной степенью. Виктор Николаевич, я так понимаю, что у нас, в принципе, альтернативы-то и нет. То есть, если ВИА – это нестабильная энергия, углеводородное сырье у нас заканчивается, то все равно нужно будет как-то генерировать эту же самую энергию. Безусловно. Безусловно. В любом случае, технологическое развитие человечества, оно предполагает увеличение потребностей вырабатываемой энергии. И в любом случае, если будет уменьшаться количество углеродных источников энергии, это имеется в виду нефть, уголь, газ и так далее, то просто не из чего выбирать. – Вот у нас сейчас при рассматривании, где будут строить, на уровне слухов, конечно, выбрали пока, что станция будет, если она будет, то она будет на Балхаше. С другой стороны, на мой взгляд лично, на Каспии было бы выгоднее построить, потому что мы бы не просто генерировали бы энергию, а еще бы Запад обеспечивали пресной водой, где, в принципе, там очень напряженное состояние с этой водой. Вот вы как считаете? Где нам лучше строить? На Балхаше все-таки, если мы примем такое решение? Или все-таки на Каспии? – Ну, давайте все-таки оставим это решение. – Нет, вы просто как ученый. – Вот вы как ученый. – Я отвечу. Сейчас, одну минутку. Я отвечу на этот вопрос с точки зрения экологии. Я вот на Каспии, как вы уже сказали, 27 лет работала серьезная ядерная установка БН-350. – Кстати, и без боев отработала. – Да. И отработала она действительно без сбоя. Наш институт принимал очень широкое участие в изучении окружающей среды в районе расположения этого реактора. И мы просто вынуждены признать, что отработали замечательно. И каких-либо серьезных и даже несерьезных последствий воздействия на окружающую среду мы не обнаружили. То есть, работать в Казахстане хорошо умеют. И поэтому, я думаю, что развивать атомную энергетику не так суть важно, где это будет, на Каспии или на Балхаше. Ну, действительно, есть такой момент, как вы говорите, на Каспии еще и воду можно перерабатывать, обеспечивать регион пресной водой, опреснительной установкой. Там всю жизнь на атоме работали. Ну, это товарищи энергетики и политики, наверное, должны принять и учесть вот эти вот пунктики при выборе решения. Но сегодня пока, насколько мне известно, решение не выбрано в принципе. Рассматриваются варианты. Ну, вот я знаю, что у нас все-таки мировые производители, ну, не производители, а те, кто строит АЭС в мире. То есть, это Франция, Америка, США и Россия. Ну, плюс еще минус там Южная Корея и Япония, но Южная Корея и Япония, насколько я знаю, они используют американские технологии. Вот если нам все-таки, каким технологиям склоняться, французским, американским или российским? Кстати, еще, по-моему, сейчас уже довольно-таки интенсивно заходит Китай на этот рынок. Совершенно верно. Или они уже настолько все опробированы, эти технологии, что, в принципе, мы можем довериться чисто из экономических соображений любому из поставщиков? Ну, нельзя ограничиваться одними только экономическими и политическими соображениями. Тут, безусловно, должен быть комплексный подход к рассмотрению. Тут нужно и экологию рассматривать, и, опять-таки, уровень ядерной безопасности. Но вы достаточно правильно сказали, что все передовые страны, они, в общем-то, все движутся в одном направлении, в направлении улучшения параметров безопасности ядерных установок. Поэтому я не буду агитировать за какую-то конкретную технологию, российскую или южнокорейскую. Я буду агитировать за лучшую, которую, возможно, будет использовать. Известный факт, что Казахстан занимает лидирующее место в мире и по добыче, и по запасам урана. Вот запасы урана, содержащих рут, и его объемы, добываемого в стране, позволяет обеспечить топливом атомную энергетику в долгосрочной перспективе. Возможно ли ядерные или радиологические аварии в Казахстане на таких предприятиях? На предприятиях... По добыче, обогащению? Значит, те предприятия по добыче и переработке урана, урансодержащих рут и сырья, которые существуют сегодня в Казахстане, они практически экологически безопасны. Мы со многими работаем. На многих предприятиях, рудниках и перерабатывающих предприятиях я бывал. В основном сейчас ведется... Не в основном, а вернее целиком и полностью сейчас в Казахстане. Добыча урана производится методом подземного выщелачивания. Когда из-под земли урансодержащий раствор добывается. Технологии извлечения урана, его обогащения и дальше переработки, они практически не могут привести к маломальски серьезным радиологическим каким-то инцидентам. И уж тем более, даже если что-то вдруг произошло бы страшное, то это не приведет никакой... В любом случае, может быть, какие-то местные были бы... Я, правда, даже не могу представить, что может случиться. Но это какие-то небольшие загрязнения, которые решаются и рекультивируются легко. Виктор Николаевич, вы в начале разговора обронили такую фразу, что у нас в Казахстане очень сильно развита радиофобия. Вот на ваш взгляд, как вот с ней бороться, как вот донести людям о том, что мирный атом – это все-таки польза, нежели вред? Вы знаете, радиофобия – это вот по нашей специальности радиоэкология, это один из главных таких вопросов, собственно говоря. Все время мы, кроме всего прочего, боремся с радиофобией. Радиофобия во многом, она вообще-то базируется на мифах, на каких-то выдуманных событиях. И поэтому самый простой метод борьбы с радиофобией – это получение достоверной информации о радиоэкологической ситуации в Казахстане и доведение этой информации до населения, до общественности. Собственно говоря, этим мы и занимаемся. Институт ядерной физики работает на многих объектах, это и там рационно опасных. Это объекты Лира, полигон АСГИР, на Симпалатинском полигоне мы работали, и в районе того же БН-350 ядерного реактора. И везде, в общем-то, начиналось всегда одинаково. Боялись все всего. Но по мере того, как мы получали информацию о реальном состоянии, когда мы настоящие цифры, настоящие выводы публиковали, рассказывали на сходах населения, на каких-то встречах, постепенно отношение к радиоактивности в этих регионах, оно как-то теплело понемногу. То есть проводить ликбез всенародный? Безусловно. Нужно четко понимать, что радиоактивность, радиация вообще, да, конечно, это опасность. Безусловно, ее надо уважать. Но ее не надо бояться, ее надо уважать. Нужно просто соблюдать необходимые правила радиационной безопасности. И, в общем-то, все будет хорошо. Ну что ж, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Когда-то человек боялся огня, его обжигающего тепла. Но если бы наши предки сотни тысяч, а может и миллионы лет назад не приручили пламя, то, возможно, человечество никогда бы не получило свое развитие. И мы, вероятнее всего, снова находимся на перепутии. И необходимо сделать именно тот шаг в сторону дальнейшего развития, поборов страхи и смело взглянув в лицо мирному атому. Это был Народный контроль. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok